Привет! Мне вас рано приветствовать, пожалуйста. И я тебя рад приветствовать. Хотела бы вас пройти в автобусном. У нас есть класс 6-й автобус. Ты же на командир? Нет, я командир. А командир чего? На командир. Экскурсия для почетных гостей. Войскового атамана Николая Далуды и главы города-курорта Юрия Полякова. Ее проводят сестры-казачки из 10-го класса Алина и Мелита Шевченко, а также шестиклассница Анастасия Гузий. 18-я школа в Юровке. Первая в муниципалитете получила официальный статус казачьей. Здравствуйте, господа казахи! Здравия желаю, господин Атаман! Первый казачий. Шестой класс появился здесь около 10 лет назад. Затем педагог начальных классов Ольга Мельниченко, потомственная казачка, узнала, что в других районах края казачьим воспитанием начали заниматься с первого класса. Она решила применить этот опыт на малой родине. Сейчас у нее второй казачий класс, уже третий набор. Я вижу разницу даже в глазах. Вот вы посмотрите в глаза. Они у них осознанные, осознанные. Они более воспитанные, они более дисциплинированные. Они знают больше о традициях, они больше уважают старших. Они никогда не позволят себе выбросить кусок хлеба. И даже когда они проходят, и другие дети случайно кто-то роняет, они обязательно подымут или скажут об этом мне. Я считаю, что результат положительный есть и что нужно продолжать это. Специальный уголок, где можно познакомиться с бытом предков. Большинство предметов подлинные, принадлежали дедушкам и бабушкам сегодняшних жителей Юровки. Казачата говорят, что им нравится строевая подготовка, военное дело, само собой, знакомство с лошадьми и азами верховой езды. Все это дополнение к стандартному среднему образованию. Очень много планов у нас в дальнейшем. Когда уже сейчас мы получили стандартную казачьей школы, много проектов, много различных целей, которые надеемся, что мы осуществим вместе с управлением образования, с нашим районам, потому что детям это интересно, родителям это интересно. Помимо сбора данных об истории села и края, здесь намерены обучать девочек вести домашнее хозяйство, варить борщи, печь пироги, ухаживать за приусадебным участком. Кроме того, ввести уроки профессионального мастерства на базе местных агрокомплексов, чтобы у выпускников было больше шансов найти работу. Александр Ребека. Анапа. Регион.